Девушки отдыхают В целом СМЕРШ очень напомнит знаменитый Hidden and Dangerous, с той лишь разницей, что игровой персонаж здесь всё время один. Но может быть оно и к лучшему. Когда помощниками управляет компьютер, игры порой превращаются в пародии, а постоянно переключаться между четырьмя солдатами сложно само по себе. Из специальных приспособлений у нас в рюкзаке можно обнаружить различные мины, гранаты, удавки и ножи. Оружие тоже есть, однако воспользоваться им получается крайне редко. На шум сбегаются солдаты со всей округи, а если кто-то из патруля обнаружит тело бывшего сослуживца, все солдаты станут ещё бдительнее. Патрульные, кстати, чаще всего и обращают внимание на новобранца, неожиданно появляющегося в радиусе видимости. Очень полезными в игре оказываются подсказки. Например, если вы переоделись в свежую немецкую форму и взяли в руки MP40, игра тут же напомнит, что советский рюкзак за плечами немецкого солдата выглядит несколько подозрительно. Карту местности можно разворачивать на весь экран или же оставлять в правой нижней четверти монитора. Кстати, на ней также видно, кто из врагов куда смотрит в данный момент. Передвигаться можно по-разному — ползком, пригнувшись или же бегом в полный рост. В зависимости от выбранного способа передвижения, как и во всех стелс-играх, меняется уровень издаваемого вами шума. Если солдату в немецкой форме небольшую пробежку могут простить, то в обычной одежде извинить придется тут же получить порцию немецких патронов. Наш герой — шпион, а не терминатор. Поэтому умирает довольно быстро, если создать для этого подходящие условия. Игра может похвастаться полной нелинейностью. То есть задания просто отмечены на карте, а как их выполнять и в каком порядке — доверенно решить игроку. Техническая сторона игры тоже держится на уровне. К картинке хватает деталей, природа вокруг озвучена на твердую пятерку. Однако анимация персонажей местами страдает, а то и заставляет страдать игрока, а немецкие солдаты хоть и умеют открывать рты, но произносят при этом что-то невразумительное. В остальном перед нами яркая и интересная игра, пусть и в атмосфере уже до нельзя затасканные по играм Второй мировой. Несколько необычный стелс-экшен, где нету привычных нам шпионских штучек, вроде датчиков движения и фотоаппаратов в коробке из-под спичек. Весь игровой процесс сводится к грамотному выстраиванию прохождения миссии. Продолжение следует...